Сирия 20 апреля. На севере провинции Хама двое военнослужащих сирийской армии подорвались на мине. В Ираке террористы исламского государства совершили нападение на блокпост. В Хасаке боевики демократических сил Сирии арестовывают торговцев. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмат Марзук. Коротко об итогах противостояния. Провинция Рака. Пресс-центр внутренней безопасности демократических сил Сирии Асаиш опубликовал сообщение о том, что сотрудникам службы удалось обезвредить две самодельные бомбы, найденные в поселке Тель-Асман. Асаиш обвиняют в установке самодельных бомб террористов исламского государства, которые совершают вылазки в зоны их контроля. Источник также сообщил, что к востоку от Раки, в деревне Аэс-Самар, боевики СДФ обнаружили могилу с неопознанными трупами. Из братской могилы, обнаруженной в одном из кварталов поселка, были извлечены несколько тел, которые будут направлены на экспертизу, после которой будут перезахоронены на местном кладбище. Обнаруженные тела принадлежат мирным жителям, погибшим в ходе штурма поселка Объединенными силами Международной коалиции и СДФ в 2017 году. Провинция Хама. Пользователь Twitter Калаат Эль Мадик сообщает, что двое солдат сирийской арабской армии подорвались на противопехотной мине, оставленной неизвестными в районе деревни Итрия, на северо-востоке провинции Хама. Наиболее вероятно, что взрывной снаряд остался после боевиков Хаят-Тахрир Аш-Шам и аффилированных группировок, которые бросали свои боеприпасы при отступлении из провинции осенью 2019 года. Провинция Хасака. На северо-востоке провинции было проведено совместное российско-турецкое патрулирование. Как передали местные источники агентства Step News, конвой российской военной полиции ИВС Турции был замечен в окрестностях деревни Диэргасан, который направлялся в сторону поселения Маликии. Как передает медиоресурс Дэвэр-Эсзор, в городе Камышлы курдские боевики арестовывают владельцев лавок под предлогом нарушения ими комендантского часа. Ирак. В провинции Дияла погибли два солдата иракской армии и еще трое получили ранения в результате обстрела контрольно-пропускного пункта. Как сообщает агентство Anna News, инцидент случился к югу от поселения Баакуба, группа вооруженных людей открыла огонь по блокпосту. Позднее ответственность за обстрел взяли на себя террористы исламского государства. Федеральная полиция и члены ополчения Хашт Шааби ликвидировали в ходе завязавшейся перестрелки двух террористов. Отметим, что в 2017 году премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил, что территория страны была освобождена от исламского государства. Однако, по данным разведки ВС США, порядка 30 тысяч террористов продолжают подпольную деятельность в Ираке. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал твоей новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира.